Сегодня пятница, и я под впечатлением сегодняшнего зачёта по моей учёбе, который будет проходить каждую пятницу, пришёл в очередной раз сюда на наше прекрасное кладбище. Вы видите, да, присел тут в тишине и в покое. Ну, взял пару баночек пива, потому что жарко сегодня. Жарко очень, сейчас градусов, ну, не знаю, 28 на солнце, наверное. Вот, а почему под впечатлением, потому что я, значит, уже осилил 20 страниц этой книги, из 210, по-моему, 210 страниц на всего. Сегодня я получил уже по почте эту книгу, вчера я заказал, сегодня уже получил. Вот, и, значит, до этого я читал по листочкам, которые нам раздали. Вот, и, значит, сегодня я приду домой, продолжу дальше чтение, потому что книга, на самом деле, очень интересная. Вот, уже 20 страниц настолько заинтриговало, что хочется читать дальше и дальше, хотя книга довольно-таки сложная по сравнению с тем вторым курсом, когда я учился. У нас была другая книга, там был на порядок, все проще, это уже посложнее. Вот, называется она «Йогско интлиген инте йоба хэр». То есть это переводится как «я, как бы, действительно, там, я, само собой, разумеется, не буду работать здесь». Примерно так что-то переводится. Вот, это довольно-таки известная, кажется, книга. Я вчера в интернете посмотрел, вот, очень такая своеобразная, необычная, необычная именно по содержанию и даже по манере изложения. Хоть на шведском, но это сильно чувствуется, сильно чувствуется, поэтому я считаю, что по этой книге давно уже надо было бы сделать какой-то фильм. А может, она есть, я не знаю. Но если нет, то обязательно надо было бы сделать, потому что тема очень интересная. Вот, ну, даже там на главной странице, на этой самой, на обложке нарисовано с левой стороны такой красивый ангел-женщина, а с правой такой страшный череп. Вот, то есть книга, в принципе, о жизни и о смерти, о том, как люди умирают, какие они испытывают мучения, как все происходит, даже в Швеции, да, в доме для престарелых. Вот, очень такая психологически сильная книга, потому что я вот сегодня под впечатлением опять пришел на кладбище, тут сижу, значит, записываю ролик. Значит, у нас в школе сейчас такой порядок, что неделю мы прочитываем там сколько-то страниц, но по идее нужно там, по-моему, 50, что ли, она говорила. Нет, 50, что-то многовато получается. 50 многовато, наверное, 20 в неделю, вот так, по идее, надо, наверное. Вот, и потом, по пятницу мы будем, мы пишем, типа, отчет, такое сочинение, как бы, другими словами, вот, по тексту этой книги. То есть уже сам садишься за компьютер и там печатаешь, значит, краткое изложение прочитанного, твои мнения, мысли, вот, там задаются вопросы, на них тоже отвечаешь. Ну, вопросы такие, что даже не по тексту, а на какое-то психологическое восприятие и рассуждение со своей точки зрения, да, то есть ответы могут быть разные, в зависимости, что человек чувствует, о чем он думает, когда читает такую книгу. Сильнейшая книга, просто я балдеваю от нее. Вот, это не сравнить ни с какими там этими Пушкин, Лермонтов, там, Гоголи, там, всякая фигня. Конечно, это намного круче хватает. Хотя речь идет о современности, но так книга конкретно схватывает. Но если вкратце, то из тех 20 страниц, которые я прочитал, выясняется такая картина, что, значит, молодая девушка, 20-летняя, ее зовут Моа, из провинции, значит, ну, закончила там гимназию, и это были где-то уже где-то, так, по описанию, конец 90-х годов, может, 2000-х, конец 90-х скорее. Вот, она мечтает стать актрисой, а так как она живет в провинции, а там шансов никаких, то, естественно, нужно ехать в большой город, но больших городов в Швеции раз-два общался, значит, она едет в Стокгольм. Приезжает она в Стокгольм, ну, у нее там ни знакомств, никаких там протяжений, ничего нет. Вот, первое время нужно как-то выживать, снимать жилье, значит, оплачивать все это дело. И она, значит, начинает ходить... А, нет, сначала она, естественно, пыталась там походить по разным этим самым организациям, где это теоретически она могла бы попасть на обучение там или, так сказать, на работу. Вот, в этой области актерской, как бы, да. Ну, естественно, она ничего не находит сразу так быстро. Вот, и ей нужно выживать, она, значит, ищет любую работу, хоть какую-нибудь, которую она могла бы выполнять и как-то, это самое, зарабатывать, да. Ну, она там тык-тык отправляет там разные эти самые CV в разные организации, там, звонит по телефону. И однажды ей, значит, звонят и говорят, значит, мы вас хотим послушать на собеседование, возможно, вы нам подойдете. Но она такая радостная, готовится к этому делу, к интервью. Она уже так, как бы, ну, интересовалась, что нужно для того, чтобы успешно пройти интервью. Ну, одевает там самую лучшую свою одежду, вот, делает две, заплетает себе две косички, вот, потому что считается, что косички, значит, они, как бы, символизируют человека ответственного, добропорядочного, ответственного, да. Вот, и, значит, приходят на интервью, значит, это, ну, она по адресу пришла, там, значит, такое старинное здание из темно-коричневого кирпича, вот, ей объяснили, как зайти, куда-то там направо, налево, в общем, короче, она все прошла, как объяснили, вот, подошла к дверям, постучала, открыла. Вот, и увидела, что сидит, значит, женщина, вот, которая, ну, как бы, не предложила ей пройти и сесть, а сама встала, подошла к ней, протянула руку, поздоровалась, значит, поприветствовала ее, ну, и тогда, значит, она села, и они стали даже не общаться, а эта женщина на нее внимательно посмотрела, посмотрела ее CV, резюме, то есть, да, откуда она и чего, и говорит, вы знаете, говорит, я даже, это самое, не буду вам задавать разные вопросы, я думаю, вы нам подходите очень даже, да, вот, но это, Моа, так сказать, так очень удивилась, что как-то так ее с первого раза, прям, без какого-то там допроса, моментально сразу взяли на работу, причем с нормальной зарплатой, как бы там выяснилось, вот. Ну, короче, это дом престарелых, дом престарелых, раньше это была психушка, но потом в Швеции в конце 90-х, где-то начале 2000-х, психушки почти все позакрывали и перепрофилировали многие из них другие организаторы, другие учреждения, и в том числе, в дома престарелых, вот, это, сколько там этажей-то было, 4 этажа вроде, вот, на каждом этаже по 8 комнат, вот, и на каждом этаже общая большая кухня, ну, то есть, престарелые живут по одному, каждый в своей комнате, квартире, можно сказать, да, там все удобства, мебель, ну, как обычная квартира, единственная кухня их общая, ну, в принципе, им там готовят, кормят, то есть, как бы, там, ну, об этом беспокоиться не надо, вот, ну, и вот она, как бы, вот, была в этом обслуживающем персонале по уходу, да, как называть, ворби-треды, может быть, и хоточка, ну, хоточка, там учиться надо, но она, как бы, без образования взяли, и, как бы, на месте обучали уже, на месте дали, короче, как сказать, руководителя, который ее будут обучать, ее звали Эва, вот, и, короче, вот она начинает, первый день пришла на работу с этой Эвой, они делают обход, та ей, по ходу дела, объясняет, рассказывает, как, чего, вот, ну, идут они по коридору, и вдруг она слышит, это Мова слышит, такой уже узашающий, раздирающий крик, такой дикий крик, просто, как вой такой, вот, очень громкий, непрерывный, вот она офигевшая такая, Аева говорит, он сзади там в А4, это оттуда, посмотри, что там происходит, ну, так спокойно, да, ну, там туда подходит, открывает дверь, вот, и вид такой картин, на кровати лежит старуха, девяносто однолетняя старуха, на ней одета такая одежда странная, но она никогда это не видела, что сзади там идет разрез, и на кнопочках это самое, потом ей объяснили, то, чтобы легче было, если человек умирает, да, умер, то есть, легче, или там обосрался, его легче переодевать, то есть, там кнопочки, чик-чик, и одежда легко снимается, вот, вся лежит, это самое, обосанное, обкаканное, вот, орет истошным голосом, и, значит, половина тела ее открыта, она видит, вот, ее там эти органы всякие, говорит, она говорит, я впервые в жизни это увидела, никогда этого не видела, вот, насквозь прозрачная кожа у нее, громадные вены, вот, обвисшие кожи, все это очень страшное, такая картина ей открылась, это дикий крик, она не знает, что делать, ну, тут подходит эта Эва, ну, вот, подходит к этой кровати, к этой, начинает ее, это, одевает перчатки, дает этой МИ перчатки резиновые, она одевает, говорю, ой, какие большие, говорит, да, говорит, вот тут это самое, она снабжает большим почему-то размерами, тут, как бы, мужиков у нас нет, одни женщины работают, ну, почему там на мужские руки нам перчатки, ну, ладно, типа, надела эти резиновые перчатки, вот, стоит, смотрит, а эта Эва, значит, начинает раздевать, снял эту рубашку обосанно-обосранную с этой бабульки, вот, и говорит, дай-ка мне этот тазик, там, тазик уже с водой, там, ну, всякие эти сами химические, там, средства моющие, вот, вот, начинает ее обмывать, и это смотрит, вот, а та не перестает орать, как резная, и, значит, она, 91-летняя, она кричит, мама, мама, я хочу домой, я хочу домой, а эта Эва говорит, да, 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 дорогая, я тебя понимаю, да, да, вот, и это самое, переодела ее, значит, все там, эти самые памперсы одела на нее, новую чистую рубашку, вот, вот, и, а та, значит, кричит, все равно она тогда наклонилась, стала гладить по голове, шептать ее, целовать щелку, и потом стала ей напевать колыбельную песню, значит, ну, когда немножко попела, это успокоилось, как бы, ну, и, как бы, все нормально, вот, и вот в это время, пока эта Эва занималась теми процедурами, эта Мия почувствовала, что у нее кровь отливает от головы, ноги стали ватными, и она теряет сознание, очухалась, иначе несколько минут, вот, лежа на диване в этой комнате у этой бабульки, то есть, Эва там с бабулькой разобралась все, ну, вот, увидела, что эта Мия потеряла сознание, положила на диван там холодные компрессы, сделала, короче, откачала ее, вот. Ну, в общем, она в таком духе, 20 страниц, я говорю, там, офигевше так эта мощь написана, что вот сегодня приду и вечерком продолжу дальше читать, реально интересно, что там дальше будет только 20 страниц, там еще впереди 180. Ну, короче, вот даже первое впечатление, вот о прочитанном в этой книге, такое, что начинаешь понимать отчетливо, что нельзя не терять ни секунды этой жизни, нужно жить полноценно, вот. Вот, ну, вот так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, как говорил незабвенный Павка Корчагин, вот. Вот это начинаешь реально ощущать, когда вот ты читаешь, как вот, значит, старики, которые прожили много лет, больше, чем, в принципе, может быть, и надо было, вот, вот, не хотят уходить из жизни, не хотят они уходить конкретно, вот, цепляются за каждую возможность, но при этом они живут, вот, живут так страшно, вот, хотя при всем, что за ними ухаживают, там, условия, как бы, все равно при этом настолько все это страшно, что начинаешь задумываться, а есть ли смысл доживать до таких лет, до такого состояния, да, вот, во-первых, и, во-вторых, проживать свою жизнь полноценно и максимально таких условиях, которые ты хочешь иметь, да, не прозябать где-то, потому что это все будет уже в дальнейшем старости, а пока есть возможность шевелиться, двигаться, находить для себя что-то интересное, вот, и, как бы, еще один, еще один довод в пользу того, что дураки те, которые сидят, как они патриоты, которые живут там, где родились, да, вот родился какой-то Мухосранске, он живет, это типа его родина, да, он никогда не предаст Мухосранске, так же состарится он в Мухосранске, походят в Мухосранску, это самое, лечебница для стариков, если там такая, конечно, есть, или изгниет у себя дома там, без всякого особого ухода, то есть нужно шевелиться, нужно это самое, если есть возможность, двигаться, изменять свою жизнь, переселяться туда, где для тебя будет лучше, пофигу, на всякую там родину и на все эти прибамбасы, которые придумали вороватые правители, особенно в России, да, у которых дети все, дети и жены, и вообще все родственники, по возможности, живут уже давно в лучших зарубежных странах, в лучших местах этих стран, да, в Европе, в Штатах, да, пол-Майами, это все родственники этих русских олигархов, и не только олигархов, а всех этих депутатов и различных начальничков даже среднего уровня, губернаторов и так далее, вот, поэтому эти сказки, и патриотизм, и то, что нужно, это самое, жить на своей родине, все это бред, сивые кобылы, ну, где-то вот так. А, еще хочу добавить, перед тем, как пойти сейчас прогуляться, я посмотрел один из последних роликов Димы, Димы Америка ТВ, который называется, по-моему, как же он там называется, ролик для хейтеров или что-то такое, ну, короче, хейтерят постоянно, из россияни, всякие ублюдки, что, типа, он предатель, там, и это самое, и дебил, и, как бы, это, и нищеброд и так далее, вот, ну, и вот он в этом ролике показывает свое новое жилье, раньше жил в штате Огайо, а сейчас он в Калифорнии, да, кажется, да, ну, на юге, короче, ну, вот сейчас там взяли они в хорошем районе домик, вот, там вся инфраструктура, и он вот в этом ролике показывает, как он вот живет, какая инфраструктура, как там все так в целом, да, вот, вот, молодец, молодец, в таком молодом возрасте, он был лет 27, он уже, уже сумел умотать, где-то жил в Казахстане, по-моему, вот, он сумел умотать в Америку, неплохо устроился, чувствует себя прекрасно, доволен своей жизнью, ему пофигу на все эти подсариотические чувства, так сказать, вот, в России встало колено и так далее, посмотрите, хороший ролик, мне он понравился очень. Ну, а теперь немножко прогуляемся. Сегодня великолепная погода, прохладный ветер, вот, на солнце очень хорошо припекает, трава ярко-зеленая, потому что не так давно прошел дождь, и все, так сказать, зеленело, как и должно здесь быть. Ну, кто-то на такси приехал, странно. Первый раз вижу такси здесь. Видите, как все ухоженно здесь, все подстрижено, чистота идеальная, просто идеальная. Как известно, в Швеции мы все маленький-маленький налог платим церкви, совсем маленький, там 0-0, сколько-то процентов, там, не знаю, копейки незаметные. И вот это идет как раз на содержание церквей и на содержание кладбищ. Все кладбища Швеции выглядят вот так вот примерно. Они бывают побольше и поменьше, но все идеально ухожены. Одно удовольствие здесь, это самое, лежать. Сегодня смотрел последний ролик Кати Капкачик, шведской блогерши молодой, которая, ну, сейчас, как бы, ведет уроки шведского, своих роликов, зачастую, темы ее роликов. И вот у нее сегодня был как раз ролик по поводу шведского гимна. Она там разбирает этот гимн, перевод, объяснение, вот. И там как раз в конце гимна есть такие слова, что я хочу жить и умереть и умереть в норде. Но там, как бы, не напишут, что в Швеции. Это гимн очень старый, он 1840 года, по-моему, с тех пор не менялся. И первые два куплета, первые два куплета, они сохранили еще старый шведский язык, где шведский, как бы, не называлось напрямую шведский, а норд, север, скандинавия, как бы, скандинавия, да. То есть этот гимн, как бы, годится даже для любой скандинавской страны, в том числе, там, Дания, Норвегия, Финляндия. Вот. Вот эти слова мне очень понравились, потому что я вот, это чисто, вот я бы тоже так сказал, типа, я хочу жить и умереть в этой стране. То есть быть похороненным здесь. И многие шведы, которые пенсионеры, так сказать, они покупают недвижимость. Вот многие в Испании имеют, в Греции, в основном Испании. Вот. И, несмотря на это, они, как бы, это все поголовно хотят, чтобы были похоронены именно в Швеции. Вот так вот. Ну, сейчас вторую баночку осушу, потому что жарко, жарко реально сегодня. И двинусь вот туда, на тот задний выход, обойду кладбище, вдоль леса и пойду домой. А вот это наш крематорий. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...